А теперь, коллеги, я представляю наших спикеров. Это Карлотурский Александр Николаевич, директор Свердловской государственной филармонии «Душа, сердце и мозг» нашего фестиваля, Свердловского безумного. Александр Сергеевич Андреев, я его хорошо знаю как член направления Свердловского творчества, но в данный момент он представляет фонд, который называется «Фонд Святой Екатерины». Этот фонд является генеральным спонсором фестиваля. И Лариса Владимировна Барыкина, музыковед, член ассоциации «Критик», член ассоциации «Бильдии» музыкальных «Критик». Поэтому мы сейчас попросим наших спикеров очень быстро, коротко рассказать о безумных днях, а потом ответим на все ваши вопросы. А всего действительно минут 45-50. Уже мало осталось, уже осталось. Прошу Олега рассказать. Ну, вы знаете, можно говорить очень долго, много, сколько концертов, сколько площадок. Я думаю, все это вы прекрасно знаете уже, надеемся, все у нас на сайте есть. Знаете, мне хотелось бы просто поделиться, так вот 10 лет тому назад наш оркестр впервые приехал в город Нант на фестиваль, безумные дни, ну что делать-то, глаза не хватило, безумные дни для польжи, он это говорит по-французски, что это такое, непонятно. И когда мы там провели 5 дней, мы все были в диком трансе. Я говорю, музыканты, мейстера, все, кто там будет, почему? Да потому что мы увидели, как люди, вообще вот нужно это людям, какой их интерес, какое их количество, как это все организовано, какая идея этого фестиваля. Ну и ушло очень много времени, считайте 6 лет, на то, чтобы уговорить Лена Мартена, чтобы он, так сказать, распространил свой мировой фестиваль на городе Литеринка. Я очень много рассказывал, что это город Литеринка, я рассказывал очень много, что это филармония, что-то, какие у нас ученики, какие у нас люди, как у нас это все вот необходимо, любят и как это все. Ну, вы знаете, это все слова, слова, слова. Ну, капля, камень, точка. Вот, но самое главное, мне второе, что хотелось сказать, это вот та миссия, меня больше всего поразила миссия этого фестиваля. Я считаю, что это единственный в мире фестиваль, который направлен на людей, просто людей, которые не ходят в концертный зал. Вот мы все фестивали проводим, и все эти фестивали, они целенаправлены по интересам, по жанрам, по людям, которые уже знают эту дорогу, знают их, они знают интересы все. А этот единственный фестиваль, который автор и продюсер, он сразу его, как его и делал, что для людей, которые не ходят в концертный зал. Вы знаете, к сожалению, в концертный залы ходит очень мало людей. Официальная мировая статистика, это до 5% населения. В городе Екатеринбурге при нашем маленьком-маленьком концертном зале 700 мест и 250 концертов ходит 3% населения. И нам бы очень хотелось, чтобы доступность искусства, чтобы эти люди имели возможность соприкоснуться с колоссальным багажом и всего того, что написано в мире, это дает вообще большую пищу, на наш взгляд, духовную пищу, души каждого человека. И вот эта миссия, которая одна из самых главных, она выбрана в форме, чтобы выполнить эту миссию. И могу сказать, что вот два раза, когда мы провели, вот у нас фестиваль, у Тране был у нас в свое время, он по всему миру говорит, что мы так здорово, так хорошо вот эту миссию реализуем, выполняем, что он считает, что это уже одно из самых любимых и любящих детищ. Вообще, это фестиваль мировой. Вы можете им такой мостик поделить? Вот Нанд, город Нанд, Токио, Екатеринбург, да, мостик, как раз Евразия, как раз мы все видимки. Ну, плюс еще Бильбала, Испания, плюс Варшава. Вот, и во всех этих фестивалях одна тема, всегда есть животные одна и та же. Ну, набор артистов, конечно, все участвуют, где-то в одной, в двух, в трех, во всех. Ну, такая идет миссия артистических сил, но это один коллектив. Можно два слова, еще последнее, хочу сказать о Рене. Это выдающийся человек, я его называю, он похожий на Наполеона. И маленький, такой, вы вообще, тут он не сидит ни одной секунды, ни одной на месте, вообще не бывает. Да, у него столько вообще фестивалей, столько у него вообще невозможно. Для того, чтобы даже план сделать, приходится его ловить в Нанте. В Нанте ловить в Нанте ловить в Нанте ловить, вообще ловить по всему миру. И во все фестивали ловят, потому что невозможно такое. Но этот человек, который колоссально такой, он вообще-то из рок-музыкантов, как ни странно. И вот эта вся идея возникла у него, да, у концерта, что он видит много людей на концертах. Но он очень любит классическую музыку. У него колоссальная фанатепность. Для того, чтобы он каждую программу, каждое артисты, репертуар, он все проходит через его. Для того, чтобы это все, он сам тему выбирает и прослушивает до 800 произведений. Надо было, чтобы составить вот такой, у него колоссальный альфон, специальная библиотека и так далее. Мы это все видели. Поэтому, вот, наверное, живет этот фестиваль очень долго. В Нанте уже 23 года, по-моему, или 24, ну, больше, 10, плюс-минус. В Японии уже 2 на 11, 12 год. У нас третий год, в Варшаве там, по-моему, 6-й, 7-й. Ну, Бильбао там, может быть, 15 тоже. Вот. И вот эта идея, она живет. Теперь, что касается вот у нас. Когда мы его все-таки очень долго уговаривали, он, уговаривали из России не только мы, уговаривали и Москва, и Санкт-Петербург, и Казань. Все уговаривали. Он даже ездил, особенно в Санкт-Петербург, он дважды ездил, но после того, как он попал в пробки, после того, как он там залудился, он сразу ездил на аварапорт и больше там не был. Но, тем не менее, так, деталь. Вот. И он поверил в нас и согласился, даже наступив на свое главное требование. А главное требование у него было то, что все концерты должны проходить в одном месте, в одном зале, в одном центре. Вот в Натте там 9 залов. Там, допустим, в Токио 5 залов, ну, каких от 5 тысяч там, какие. Там, вот только единственное в Варшаве, в одном театре, там, 3 залов. В Бильбао 5 залов. Вот. И они все в одном месте. А у нас нет таких в России залов. Нет таких мест. И вот мы долго его узловали, что это возможно сделать и на одной улице. И вот мы ему даже шаги мерили, сколько... И отправляли, сколько метров, кто-то, все. Я просто это рассказывал, что вот эту эмоцию, понять вот, как важно для фестиваля вот такие моменты. И он, значит, дал свое это согласие. Вот у нас третий фестиваль. Но он бы тоже здесь не был в этот фестиваль, если бы, вот извините, но приходится об этом говорить, хотя это даже не эмоции, а в том, что вот наша региональная культурная политика, которая вот направлена на доступность искусства, она здесь тоже очень хорошо сработала. И вот когда я на Совете по культуре при губернаторе этой идее 3-4 года тому назад, когда только создал, рассказывал и сказал о том, что надо вот обязательно поддерживать, потому что без государственной поддержки, извините, и без консорской поддержки этого не может быть. Потому что цена, вы понимаете, 100 рублей, 200 рублей, это не для денег, это просто для того, чтобы человек знал, в одной билете у него есть, и место у него есть, и потом пришел. Вот, поэтому была оказана полная поддержка, было специальное указание губернатора Свердловского Василия Легкоевшего Евгения Владимировича на то, чтобы этот проект был поддержан. И вот он уже третий год у нас, не взирая, так сказать, на все наши сложности и трудности финансовые, он поддерживается. И здесь я могу сказать слова благодарности, потому что здесь понимание вот этой миссии, понимание вот этого фестиваля, для чего он есть. Ну, теперь, если поближе, так сказать, что в чем, уже немножко конкретно, чуть-чуть. Ну, вот у нас 8 залов, 100 концертов, такая цифра, в прошлом году было 14, 100 концертов, на сегодняшний день уже продано 30 аншлагов полных из 100, значит, более 17 билетов, по 18-18 тысяч билетов. Ну, это не самое главное. Самое главное это то, что людям, это мы почувствовали, что это людям надо. И это очень важно. Если говорить об участниках этого фестиваля, то здесь можно разделить на три таких мощных бригады. Первая бригада – это артисты Свердловской филармонии. Это коллективы все, все, что у нас, и ансамбль, и алюшка наша, хор, молодежь, и симпатичные. Второй блок, второй блок, это стало расширяться, это город Екатеринбург и Москва, город России. То есть у нас в этом, наверное, впервые детская филармония, коллективы, городские коллективы уже, даже как хор, на месте, как два, и ансамбль тоже, и оркестр народных инструментов русских народов, которые мы сегодня слушали. Из Москвы приезжают два великолепных ансамбля, два великолепных коллектива, государственная камерная оркестра народных инструментов, здесь никогда не был. Господин Уткин – это выдающийся губоист, ну, наверное, в России, конечно, номер один, кто остался, остались и там. И с другой стороны приезжает еще камерная оркестра, ну, такой малый симфонический оркестр, музыка «Вивер». Либо это Александр Рудин, который является приглашенным дирижером нашего молодежного оркестра, тоже он у нас давно не был, я уже помню, когда он у нас был, который тоже здесь будет участвовать. И третий блок – это, конечно, зарубежье. Ну, по-моему, зарубежье – это молодые музыканты, которые давно известны там, но у нас этого нет, это наша политика, это именно молодых музыкантов приглашать. Вот, и это, во-первых, не мы приглашаем РН, мы просто соглашаемся. Вот, и с другой стороны, это коллективы за рубежом, ну, допустим, как и наш минист Айдар Гайдулин, который там в Германии уже живет, мы тоже его пригласили, великолепный боевист, композитор, известный, ну, на все руки власти. Вот, уже он везде участвует, и вот это наша работа. Ну, и, конечно, еще и тоже одна легендарная личность, в этом году впервые будет, это ансамбль ударных инструментов под руководителем Марка Перкарского, который, ну, главный, наверное, наш угарник, вообще всю жизнь отдал свой развитие этому, который из Петербурга в 90-е годы не вырезал, тогда были всякие современные у нас фестивали, там, и так далее. Вот, это, наверное, общие такие вещи нашего фестиваля. И я надеюсь, я надеюсь, я еще один момент, который очень важный, вы знаете, я бы хотел бы, вот я не зря так много очень времени остановился на идеологии. Эта идеология касается всех нас, и вас в том числе, и сидящих здесь. Первое, что я хочу призвать вас, лично вас, пожалуйста, отдайте хотя бы один денечек своей жизни, попробуйте, выберите и пройдите на стопу хотя бы два, три, я не говорю, четыре концерна. Там сейчас новые есть, если вы посмотрите, там есть с детьми, с сестрами, с родителями, у нас очень такое расширенное в этом году здесь семья это будет. Поэтому вот от вас, отлично от вас, и от того, как вы это все скажете, как вы подадите, как лично вы это ощутите, это очень важно от будущего этого фестиваля. Будет он вообще жить, нужен он людям или нет. Второй момент, который я хотел бы еще вот остановиться на том, что вот уже третий год мы развиваем такую систему партнерства фестиваля, то есть организации, которые выступают партнерами фестиваля. Что мы подразумеваем по словам партнер фестиваля? Это не тот, который, извиняюсь, спонсор, это не нужно, это все надо, это все замечательно, без этого жить не можем, а именно та организация, которая использует вот эту идеологию для своих работников, для своих, так сказать, корпоративной культуры, для коллектива. Вот таких, я могу вам сказать, вот вы, пожалуйста, обеспечите для своих работников не менее тысячи человек по посещению этого фестиваля. Вот вы тогда партнер фестиваля. Что вы думаете? Ну, первый год мы давно посмеялись, сказали, что это утопия, никто это не будет. Ну, я прошелся, так разговаривал, да, 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 там кому-то переговорили первые лица, ну, и на этом все. Но нашлись люди, которые действительно понимают. Ну, вот наш постоянный партнер сейчас уже три года, третий год, это микрохирургия глаза, которые моментально все это, они и так ходили, и так были наши, а он нет. А вот следующее, я могу вам сказать, второй, который меня очень поразил, это Городопровод. Когда я туда пришел, я говорю, да, обязательно, правильно, вот люди должны купить там, а вот для наших там не будем называть того, называть специально, мы купим, и они пускай идут, пускай они смотрят. То есть, вот, и вот в этом году мы надеемся, что вот у нас список расширяется, вот медали они будут разные, посмотрим, что будет в конце. Пока это все такое, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь таких партнеров будет, планируется, так сказать, произъявили желание в этом году. Я даже готов, чтобы вот именно попросить вас осветить эту тему в конце, в коротню от этого фестиваля, это кто, кто действительно понимает, что это такое, и кто понимает, что это дело. Ну вот я, коротенько, минут на сорок, закончил этот доклад. Спасибо, Александр Ковальевич.